Неизвестные факты об известном Фёдоре Достоевском. В Национальной библиотеке состоялась лекция для студентов-филологов БГУ о писателе и его романе «Преступление и наказание». С интересными фактами поделилась драматург из Санкт-Петербурга Надежда Кузнецова. В прошлом году юбилейная дата была для творчества этого писателя. Мне посчастливилось побывать на международных конференциях юбилейных в Казахстане и в Турции. И вот сегодняшняя аудитория, я расскажу о новых тенденциях, о которых российское литературоведение не подозревает. А вот в Азии, в Турции литературоведы как раз копают в этом направлении. То, что такие конференции проходят даже в Турции, неудивительно. По словам драматурга, он является самым популярным писателем в мире. А в Национальной библиотеке даже сохранилось подлинное собрание сочинений, датированного в 1883 году. Его передала фонд еще сама вдова Достоевского. По случайному стечению обстоятельств, наша библиотека была открыта в год смерти Петра Николаевича Достоевского в 1881 году. Тогда она, конечно, называлась Микнуинская общественная городская библиотека. И ее фонд состоял там около тысячи книг. И заведующий библиотекой Никита Сергеевич Нелюбов сетовал на то, что нет денег на пополнение фонда. Ну и, соответственно, обращался в разные инстанции. Благодаря активной позиции Нелюбова библиотеки выделили деньги на пополнение фонда и было приобретено первое посмертное издание. После Анна Достоевская прислала письмо со словами почтения. Оригинал данного документа сейчас хранится в Государственном архиве Республики.